МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главная тема этого выпуска. Пруды погибают. Жители Песочник вступились за местные отравленные водоемы. Зарядись. Рязанские школьники стали участниками всероссийской физкультурной акции. Студсовет в Рязанском медуниверситете прошло заседание Всероссийского совета студентов-медиков. А теперь подробности этих и других событий. Сегодня в нашу редакцию обратились жители Дашково-Песочни по поводу тревожного положения дел со здешними прудами. Дело в том, что вода в прудах стала удивительного космического цвета, запах напротив пошел самое что ни на есть земное, а проще говоря вонь, в довершение всего сдохла в прудах вся рыбка. Народ утверждает, какие-то экологические негодяи выливают в воду химические вещества, и пруды погибают. Сегодня мы встречались с жителем Песочни прямо на бедных несчастных прудах. Черезовский пруд на улице Тимакова, как говорится, издревле был излюбленным местом отдыха жителей нынешнего микрорайона Дашково-Песочни. Еще недавно, по словам старожилов, в водоеме водилась рыба и даже раки, а летом здесь купались как ребятишки, так и солидный взрослый народ. Однако на прошлой неделе горожане обнаружили на поверхности воды всплывшую мертвую рыбу в немалом количестве. В воскресенье 29 сентября и до этого мы все время здесь находили огромные такие рыбины здоровые, но какие-то неестественные, какого-то белого цвета в пятнах. И тут все время ходят люди и как-то сокрушаются, что пруд отравлен. Где-то дней 10 назад, наверное, я вышел сюда с собаками гулять, гляжу, люди носятся с большими сачками, что такое, подхожу, а они тут, рыба, так, на воде пена, вот такая белая вся пена, да, вот ее, вот. Запах этот неприятный такой отдает. И рыба ошалелая вся к берегу подходит. Местные жители говорят, что Черезовский пруд входит в целый каскад водоема в этом микрорайоне Дашково-Песочни. По их мнению, отрава, люди в этом не сомневаются, была химического происхождения. И сливать ее могли и в соседнем озерце. Потом знаете, что тревожит? Что если эта рыба подохла и не вся всплыла, то это же будет все на дне. И это будет тоже некрасиво и чревато для наших купальщиков. Хоть тут и написано, не купайтесь, да, запрещено, но детвора купаются летом постоянно. Потом уже вообще не обнаружишь, кто виноват. Ну самое обидное то, что вот здесь вот две школы, 67-я и 63-я. И вот такое вот напротив них происходит. И как потом детям объяснять, что надо горишь по руду? Впрочем, на тревогу местных жителей ответили и в администрации Рязани. В официальном ответе сказано, что в пруды было сброшено красящее вещество неустановленного происхождения, что характеризуется почему-то как факт вандализма. Из-за него нарушено качество воды. На следующей неделе планируется провести лабораторные исследования. И после этого специалисты постараются вернуть качество воды на прежний уровень. Также подготовлено и обращение к правоохранителям. Поймают ли нарушителей или нет, пока непонятно. Ясно одно, рыба в Черезовском пруду появится не скоро. Рязанской полиции, конечно, есть чем заняться и помимо Дашковских прудов. Хотя экологическая обстановка в городе вопрос, разумеется, важнейший. Как известно, вчера городские таксисты устроили сход на театральной площади с требованием выселить из пределов земли Рязанской нелегальных мигрантов. Возмущение водителей вызвало нападение на их коллег, случившееся в воскресенье ночью. Напомним таксисту, сделавшему замечание гастарбайтеру, справлявшему малую нужду прямо посреди улицы на остановке библиотека Горького, попросту пробили голову. Человек сейчас в больнице в тяжелом состоянии, преступник задержан. Вот фрагменты встречи, даем без комментариев. Опять я буду виноват. Почему вы будете виноват? Потому что. Да и через это все проходили. Мы хотим упорядочить работу в этой сфере. Если вся работа будет осуществляться в соответствии с теми разрешениями, которые выдает наш министерство, подождите, 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 я закончу. Если все будет упорядочено, вот такие инциденты будут исключены. Таксистов выслушали представители силовиков, а также региональный министр транспорта и автомобильных дорог Шукат Ахметов. Надо сказать, что требования водителя усилить меры безопасности в Рязани нельзя не признать справедливыми. К другим темам. Сегодня региональный следственный комитет сообщил о том, что обнаружен еще один любитель коллекционировать огнестрельное оружие. По версии следствия, днем 15 октября прошлого года, обвиняемый, находясь в сильном состоянии алкогольного опьянения, пришел в одно из кафе, которое расположено на автодороге Москва-Самара, Шадского района, где стал вести себя вызывающе. Охранник автостоянки попросил обвиняемого покинуть кафе, что последнему не понравилось. В ходе ссоры обвиняемый из имеющегося при нем боевого пистолета ТТ умышленно произвел у своего оппонента 7 прицельных выстрелов. От полученных телесных повреждений 56-летний потерпевший скончался на месте преступления. Обвиняемый был задержан прибывшими сотрудниками полиции. В ходе расследования данного уголовного дела у обвиняемого в доме и гараже был обнаружен целый склад боевого оружия и взрывных веществ, в том числе армейский пистолет, автомат Калашникова, самозарядный карабин, патроны, шашка, взрывные устройства. Теперь о вещах более светлых и полезных. Сегодня вся наша область присоединилась к всероссийскому проекту «Зарядка с чемпионом». Известные атлеты, заслуженные мастера спорта и победители самых престижных турниров показывали школьникам личным примером физкультура «Это хорошо». В 41-й школе «Зарядку» проводили самбисты, братья, чемпионы Али и Уали Куржевы, а в детской южной спортшколе «Родной край спорт» еще один международный мастер по самбо – Михаил Полинсков. Здесь же заряжалась бодростью и наша съемочная группа. Широкая пропаганда здорового образа жизни среди молодежи наконец приносит свои плоды. В спортивном клубе «Родной край» прошла утренняя зарядка для детей, начинающих спортсменов, с участием чемпиона Европы по самбо Михаилом Полянсковым. Организатором «Зарядки» выступило Министерство молодежной политики и спорта Рязанской области. Есть один лозунг – здоровая молодежь, великая Россия. Ребята, мы хотим, чтобы наша Россия была великой. Да, конечно, для этого нужно быть здоровыми и успешными. Все сделали зарядку, получили хорошее настроение и зарядились энергией на день. Детвора довольные и счастливые, разогревшись как следует на зарядке, отправилась дальше по своим делам. А ведь малыши пока до конца и не понимают, насколько полезно каждое утро вставать с постели и сделать несколько простых упражнений. Здесь бы и поработать родителям, только без руганий из ремешка, как привыкли некоторые. Дело-то хорошее, стало быть, и методы убеждения необходимы самые гуманные. Короче, руки вверх, ноги шире и вместе с детьми на зарядку. В Рязанском государственном медицинском университете в это воскресенье и в понедельник проходило заседание Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов России. Во встрече приняла участие Татьяна Семенова, заместитель директора Федерального департамента медицинского образования, а также представители регионального профильного министерства, руководители вуза и лидеры студенческих активов России. Совет создан для обеспечения реализации прав обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Минздравсоцразвития России. В этом году Рязанский государственный медицинский университет открыл свои двери для проведения пятого заседания Совета. Мы будем говорить о роли студенческих, молодежных и общественных организаций в рамках нового закона в образовании. Будем подводить некоторые итоги работы Совета, тех четырех заседаний, которые были раньше, Совет работал с 2012 года уже. И на следующий день, завтра, мы будем обсуждать актуальные вопросы студенческой жизни, библиотеки, деятельность предприятий общественного питания при вузах и так далее. Создание Совета помогает оперативно решать самые острые вопросы в сфере медицинского и фармацевтического образования, а также иных проблем, касающихся качества жизни учащихся. Студенты члена Совета зачитывают свои доклады, в которых излагают наиболее важные, по их мнению, вопросы. А руководитель, в свою очередь, в ходе обсуждения предлагает пути решения данных вопросов. В год через стены наших подведомственных учреждений проходит около полумиллиона обучающихся. Это очень большая мощь, это очень большой потенциал, это очень социально активная, значимая часть населения. И мы очень дорожим мнением наших студентов и стараемся сделать так, чтобы их деятельность, их жизнь, их работа, их обучение было наиболее комфортным для них. Проведение такого масштабного форума, как Совет студентов, в стенах Рязанского медицинского университета совпало с 70-летним юбилеем вуза. Сейчас, несмотря на солидный возраст, это один из самых динамично развивающихся университетов России. А его студенты известны далеко за пределами региона своей активной гражданской позиции и участием в общественной жизни области. На сегодня все. Хорошего всем вечера и до встречи завтра в программе «Время говорить». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин